Друзья, приветствуем. Сейчас мы посмотрим катамарант Лагун 560 2016 года комплектация С2. Это новый катамарант, доработанная и улучшенная версия Лагуна 560. Первое, что мы видим, большой, мощный кинг, спокойно, с комфортом размещается. Большое количество водных видов развлечения для того, чтобы проводить время с удовольствием. 50 доходных сил потянут различные виды игрушек, как таблетка, чего только душа пожелает. Большой просторный кокпит с отдельным умывальником, с большим столом, удобные диванчики. Ну, собственно, 10 человек на этом катамаране размещаются с хорошим, с большим комфортом. Катамаран 5-каютный, на нем есть одна большевая, owner Kevin, можно сказать, queen size. Она находится в правой части. Три гостевых каюты, большие, комфортные. И одна каюта двухъярусная, то есть верхняя полка, нижняя полка. Давайте посмотрим owner Kevin. У нас две каюты, имеют прямой выход в кокпит. Не через салон, а через кокпит. Давайте посмотрим первую каюту owner Kevin. Вот вход из кокпита. Таким образом происходит. Заходим внутрь. Это самая большая каюта на этом катамаране owner Kevin. У него отдельный умывальничек есть. То есть, в принципе, очень много пространства. Пространства хватает. Справа находится душевая кабина. Большая двухместная кровать. Можно сказать, даже трехместная кровать. На ваше пожелание усмотрения. Телевизор. Полочка для косметики, для личных вещей. Большое количество тумбочек. С этой стороны, с той стороны. Отдельный шкаф. Здесь даже присутствует сейф, куда можно положить отдельные ценности. Документы, деньги и столы. Места для вещей, для одежды довольно много. И все здесь очень просторно, комфортно. И шикарно. Это туалет. То есть, в этой owner кабине туалет находится отдельно от душа. Здесь, в туалете, также есть умывальник. Фактически, мы имеем два умывальника. Отдельная душевая кабина. И отдельный туалет. Под кроватью, с ножа, имеем большие емкости для хранения вещей, полотенец. И всего, чего вам нужно задать. Вот. Это была самая большая, самая комфортная каюта на этом катамаране. Так называемая, так называемая owner cabin. Перейдем дальше. Сейчас мы находимся в правом поплавке, в котором всего лишь две каюты. Owner cabin и гостевая впереди в носу. По пути между этими каютами, вот, гостевая. Между этими каютами находится такое очень важное и ценное для отдыха, скажем так, отделение, где у нас находится холодильник, винные места для хранения вина в таком вот горизонтальном положении. И также отдельно винный холодильник. Вот. В этом месте все хранится. Внизу стиральная машинка. Носовая каюта в правом поплавке, в левом идентичная по размерам. Вот, что мы здесь видим. Большая кровать. Собственно, можно так оценить размеры. Один человек, второй человек и третий человек пообещается здесь. Телевизор, всякие емкости для хранения пультов, шкафчики. Ну, чего-чего. А шкафчиков, полочек здесь на яхте очень много. Поэтому можете брать чемоданы вещей. Вы найдете, куда их положить. Цвет. Давайте обратим внимание на свет. Он регулируется. Тональность света можно регулировать. Ну, есть LED-подсветка. Приятным моментом на этой яхте, приятной мелочью есть. Очень мягкое покрытие на полу. То есть, такие приятные к ногам ковровое покрытие. Очень мягенькое, очень комфортное. Давайте посмотрим, что собой представляет душевая и туалет. Собственно, вот отделение туалета, унитаз, умывальник, места для срез гигиены. И следующее у нас душевая. В принципе, отдельно даже можно посидеть, порелаксировать. Просторно, комфортно, достаточно места. В общем, все как полагается для катабарана 56 футов. Наверное, скорее всего, так и есть. Эта модель в Лагуны имеет самые такие просторные планировки, периоды. Вообще, сравниваю аналоги такого же класса, такого же размера. То есть, любой другой производитель 56 футов катамаран будет более компактный, меньший и менее просторный. Так вот выглядит салон, ковет-компания этого большого катамарана. В виде много удобных диванчиков, материалы очень мягкие, комфортные, приятные к телу. Здесь есть отдельно мультимедийный центр, выдвигающийся телевизор. Вот, и таким образом наш кокпит превращается в большой кинозал. Давайте пока-пока выдвигается телевизор. Посмотрим, здесь у нас мультимедийный центр. Это вся электроника заведена в такой маленький iPad. Здесь можно регулировать кондиционеры, навигацию, проверять остаток воды, электричества в аккумуляторах и всего прочего. Что можно сказать хорошего про этот катамаран? Он максимально автономен. В нем есть электрогенератор, есть водоопреснитель. То есть, в принципе, вы можете с комфортом стоять на якорных стоянках, при силах в ухтах и не беспокоиться о том, что у вас закончится вода, что вам надо зарядить аккумуляторы. В любой момент можно завести движок, подзарядить аккумуляторы, включить генератор и, в принципе, иметь в любое время воду, которая присняется с морской воды делают пресную. Есть вся электроника, которая только необходима. Кондиционер в каждой каюте, звук качественный. Довольно большое количество холодильников в кокпите, наверху, в салоне. Один, второй, микроволновая печь, вот она у нас здесь. Большая плита ночной конфорки, духовка и даже, и даже посудомоечная машина. Мойка посуды вас не должна беспокоить, потому что катамаран сдается всегда только с экипажем. Это капитан, матрос и шеф-повар. Носовая каюта идентична той, которая в правом корпусе, в правой части, поэтому мы на ней сильно останавливаться не будем. Такие же размеры, большой диван, внутри, в носу душ и туалет, телевизор, кондиционеры, регулируемое освещение, музыка, все примерно то же самое. Отдельное отличие между правым и левым поплавком, в том, что здесь есть еще двухъярусная каюта. То есть это пятикаюта катамаран, рассчитан на 10 человек, на 10 комфортных мест. Даже в этой каютке есть свой туалет и душевая кабина. Вот, собственно, душевая кабина и душевая кабина и туалет. Сейчас мы рассмотрим вторую каюту, которая имеет выход в кокпит. Это гест гест гостевая, то есть таких три каюта, как мы уже сказали. Одна в носу, в левом, вторая в правом носу и это каюта в левой кормовой части. Довольно много места, много емкостей для хранения вещей, шкафчиков, полочек, регулируемое освещение и телевизор, и душ, туалет находятся здесь, еще больше и шире. Это Flybridge катамарана Lagoon 56. Очень много пространства. Сейчас вы видите, что он закрыт. В хорошую теплую погоду, летом все открывается, и вы свободно загораете на палубе под свежим воздухом. Солнышком. Есть очень много места для подъезжать, позагорать. Сюда будут попадать солнечные лучи. Здесь есть холодильник. Вот он находится здесь для пива, для вина. Холодильник. Сторик трансформируется, распадывается, делается большим. И в принципе большая компания, 6-8-10 человек может расположиться в Flybridge вечером посидеть, попить вина, либо же днем во время перехода позагорать, понаслаждаться видом. Это место штипера, большой дисплей, сюда выводится отдельное видео камер, когда катамаран швартуется на яхте две видеокамеры. Собственно, все современная электроника, большие электрические лебедки, лебедки, все по высшему разряду. На носу даже есть отдельно матрас, можно еще загорать на Flybridge здесь. Ну, а там мы видим носовую часть, нос с сеткой и с отдельной зоной для отдыха. Что здесь удобно, то, что катамаран имеет тиковое покрытие кокпита, и это очень приятно ходить по дереву. Один надевальчик, тоже можно посидеть, порелаксировать. для комфортного, расслабленного отдыха с друзьями, с семьей до 10 человек гостей может принять с большим комфортом у себя на борту. Спасибо за то, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новыми обзорами видео.